МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Первый Карагандинский. Новости в студии работают Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Не достроили, не доделали, не проконтролировали. Жители нового дома по улице Белинского после переезда столкнулись с серьезными проблемами. Более 600 сотрудников полиции прошлись парадным маршем по улице Ерубаева. Стражи порядка отметили свой профессиональный праздник. В ДВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию казахстанской полиции. Оупен-эйр. Ярмарку вакансий под открытым небом провели в Центральном парке Караганды. Городской центр занятости представил более 2000 вакансий. Не достроили, не доделали, не проконтролировали. Жители нового дома по улице Белинского после переезда столкнулись с серьезными проблемами. Стены дома начали трескаться. Причем это не единственная проблема, заявляют новоселы. Квартиры в новом многоэтажном доме были выделены по программе развития регионов по направлению жилье для молодых семей. Фариза Убаева разбиралась в проблеме. Ни садика, никаких условий. А зато счета идут как положено за все. Хотя мы молодая семья, мы только сами на ноги встали, правильно, а тут уже на нас давят и давят. Хотя, пожалуйста, сделайте условия, во-первых. Ключи новоселам вручили на праздник науры. Проблемы начались практически сразу же. Огромные трещины и неустойчивые стены. Все это увидела она с Гульцар Сембекова. Она в числе первых переехала в новый дом. И вот у нас проблема, стены начали лопаться, трещины по всем стенам, облицовка начала падать. Ну, конечно, демонтировали, но все же там очень много недостатков. Я обращалась лично потому, что у нас со стороны моей квартиры была облицовка падала, она вздулась. Я обращалась к застройщику, с пятого раза дозвонилась и через скандалы они нам потом устранили, демонтировали, устранили этот неполадок. Проблемы начались сразу. После первого проливного дождя упала облицовка дома. С тех пор начались волнения. Красивый на вид дом, но с проблемами внутри оказался проблемным и в плане благоустройства. В доме для молодых семей каждая квартира имеет почти по два-три ребенка. Но играть детишкам негде. Вот и приходится им строить песчаные домики в песке, которые засыпали для них в местной детской площадке. Нам нужна детская площадка. У нас нет детской площадки. Во многих мы знаем, что в новостройке, когда дома дают, они всегда дают с детскими площадками. А еще то, что у нас, видите, тут же заросли, деревья, мы не можем никак до остановки дойти. Потому что тут собаки, бомжи, все гуляют. Вот никак. Мы хотим, чтобы убрали тут деревья хотя бы. Но все же в большей степени новоселы, оказавшись в круговороте проблем, обеспокоены состоянием дома. Чтобы разобраться в этом, мы обратились в отдел по строительству города Караганды. Там нас заверили, что трещины в стенах нового дома – это нормально. Дом, построенный на 800 миллионов тенге, является новостройкой. И это техническая осадка дома. И утверждают, что жители дома лично к ним не обращались. Проведут проверку лично и сделают все возможное. Эти трещины, они имеют свой естественный характер. Это техническая осадка дома, которая происходит на протяжении нескольких лет после того, как дом достраивается. Они за собой и ведут такие технические неполадки. Это могут быть образовываться трещины на кладке дома, могут быть образованы трещины внутри помещений дома, то есть на внутренних стенах. В любом случае мы жильцов с этой проблемой не оставим. Мы будем, как государственный орган, который построил эти дома, будем и дальше мониторить, потому что у нас есть гарантийные обязательства, которые будут продлеваться три года. Все же чиновники пообещали провести заседание с жильцами и исправить все неполадки. Если будет доказана вина застройщиков, в рамках гарантийных обязательств все будет устранено. А вопрос по богоустройству территорий будет подниматься на Маслихате в начале июня после подачи бюджетной заявки. Как заверил специалист, детская площадка будет обязательно построена. Если не в этом, то в следующем году. Фариза Албаева, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Для защиты от паводков изменят русло реки Нура. В Карагандинской области уже началась подготовка к паводковому периоду 2018 года. На выездном заседании представители департамента ПОЧС и заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа обсудили меры инженерной защиты поселков от половодия на реке Нура. От обильного поступления талых вод в реку страдают прежде всего жители поселка имени Габидена Мустафина Бухажраусского района. Чтобы сельчане не становились каждую весну жертвами природного явления, заместитель Акима области Анатолий Шкарупа дал поручение сотрудникам управления природных ресурсов и регулирования природопользования провести так называемую санацию. Комплекс мер по ликвидации последствий природного катаклизма. Заместитель Акима заявил, что необходимо провести санацию с углублением дна реки и укреплением берегов русла реки в районе автомобильного моста дороги республиканского значения Козеларда-Павладар до впадения русла в Самаркандское водохранилище. Эти действия обеспечат необходимую пропускную способность рек. Кроме того, планируется спрямить русла реки. Это снизит риск подтоплений. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 30-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов под председательством президента страны прошло в Астане. Тематикой заседания стала «Энергия будущего». Совет иностранных инвесторов является уникальной площадкой под председательством главы государства. Нурсултан Назарбаев отметил, что привлечение зарубежных инвестиций надо всецело использовать для привлечения в нашу страну знаний и новых технологий. «Энергия будущего» – эта тема стала главной на заседании 30-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. Неудивительно, что мероприятие прошло на площадке международной выставки «Экспо». Приветствуя участников, глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что мир активно ищет новые источники энергии и находятся на пороге технологического прорыва. Идеология проведения выставки «Экспо» в Астане в этом году состоит в объединении усилий государств, направленных на развитие чистой энергетики. «Энергетический сектор для нашей страны имеет большое значение. При этом, несмотря на наличие огромных природных ресурсов, Казахстан намерен активно развивать возобновляемые альтернативные источники энергии. В этой связи реализуются концепции по переходу к зеленой экономике. Нам и инсценировано создание Международного центра зеленых технологий инвестиций энергии в будущее, которое будет работать здесь после окончания работы выставки». Президент Казахстана в качестве наиболее приемлемой для нашей страны назвал смешанную систему энергопроизводства. Она подразумевает выработку энергии из традиционных источников с параллельным развитием возобновляемой энергетики. Стремления Казахстана всецело поддерживают и крупнейшие иностранные компании, в частности, General Electric Transportation. «В рамках третьей модернизации и стремлений президента Нарсултана Назарбаева к лидерству Казахстана в переходе к зеленой экономике, GE также вносит свой посильный вклад в развитие сектора возобновляемой энергетики. В результате проводимой Министерством энергетики нормотворческой работы сфера возобновляемой энергетики обрела новых инвесторов. И в этой связи мы рады объявить о том, что вчера было подписано трехсторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области разработки и реализации проектов по использованию возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан». До конца 2020 года в эксплуатацию будет введено более 50 объектов на возобновляемых источниках с суммарной мощностью 2000 мегаватт. А к 2050-му доля альтернативной энергии в энергобалансе Казахстана должна увеличиться до 50%. Отметим, что один из объектов – солнечная электростанция – возводится в Карагандинской области. В следующем году инвесторы вновь соберутся в Казахстане. Очередное заседание будет посвящено ускоренной модернизации. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скиф в Караганде представляет Суперакции. С 19 июня по 2 июля. Молоко Адари – 1 литр, 255 тинги. Окрачка «Куриный ресурс» – 1 килограмм, 429 тинги. Скиф. Просто сравни цены. Более 600 сотрудников различных служб полиции прошлись торжественным маршем перед Департаментом внутренних дел. Торжественное событие, посвященное 25-летию казахстанской полиции, состоялось в Департаменте внутренних дел. Мероприятие началось с возложения цветов и минуты молчания в честь героев, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Память павших коллег сражепорядка почтили трехкратным ружейным залпом и минутой молчания. В разные годы сотрудники полиции погибали от рук вооруженных преступников. Полицейский Алданыш Тайгожин погиб в 2004 году. Профессиональный праздник. Хотелось бы поздравить руководство Департамента внутренних дел, руководство Абайского городдела, где мой сын работал. Он был капитан полиции, уголовного розыска, начальником. Погиб при исполнении служебных обязанностей. В осенью 13 сентября будет 13 лет. 32 ему было. В истории полиции немало героических страниц. Со дня становления при исполнении служебных обязанностей погибло более 700 сотрудников. Благодаря доблести полицейских, которые отдают все силы борьбе с преступностью, казахстанской полиции вот уже 25 лет нерушимо стоит на страже общественной безопасности и правопорядка. Сегодня 20 июня 2017 года. Казахстанская полиция празднует свой юбилей 25 лет нашего дня образования. При праздниках много проводим мероприятия. Буквально сейчас вы сами видели. Мы возложили венки погибшим сотрудникам. В годы независимости порядка в Казахстане погибло 700 сотрудников по республике. Из них 26 сотрудников, которые погибли, это наши карагандинцы. Сегодня мы их чествуем. Сегодня семьи погибших пригласили. Сейчас вот дешевые составы прошли традиционным маршем в честь юбилея. Напомним, что 23 июня 1992 года глава государства подписал закон об органах внутренних дел. Это был первый акт, определивший задачи и функции полиции. Именно тогда началась история казахстанской полиции. Приказом министра внутренних дел и распоряжением главы региона более тысячи сотрудников полиции поощрены за отличную службу. В честь 25-летия казахстанской полиции в стенах Дворца культуры горняков состоялось торжественное мероприятие. В празднование юбилея принял участие заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. В холле Дворца культуры горняков своеобразная выставка. На ней представлены книги и журналы о полиции. Но самым впечатляющим стала экспозиция, на которой продемонстрированы вооружение и экипировка современных стражей порядка. Главное торжество состоялось на большой сцене Дворца. Приказом министра внутренних дел более 50 сотрудникам присвоено очередное звание. Среди них Али Абильдин. Более 20 лет он служит в полиции. В праздничный день ему вручили погоны полковника полиции. В канун празднования 25-летия казахстанской полиции, конечно, очень ответственно и радостно получать досрочное звание полковника полиции. Я сам больше 20 лет проработал полиции. Большую часть из них я посвятил Октябрьскому району, службе уголовного розыска, где до сих пор и работаю. Пользуюсь, конечно, случаем, господа, я хотел бы поздравить ветеранов, органов, членов семей, погибших сотрудников. Пожелать всем здоровья, счастья, семейного благополучия. В честь юбилейной даты и в память погибших коллег сотрудники Департамента внутренних дел написали книги и сняли фильм под названием «Горький сахар». 98-й год. На большом экране был показан анонс этого фильма. В основе картины лежит реальная история о погибших сотрудниках, которые ценой жизни остановили особо опасных преступников. Фильм снят творческим коллективом Департамента внутренних дел. Роли главных и второстепенных героев в нем сыграли сотрудники полиции. В фильме описываются события, произошедшие в Караганде в 1998 году. Заместитель Акима Карагандинской области Жандо Сабишев вручил почетные грамоты сотрудникам полиции и выступил с поздравительными словами. Он также напомнил, что совсем недавно глава области в честь юбилейной даты вручил карагандинским полицейским 103 новых авто. «Человек в полицейской форме орицаряет собой власть, закон и справедливость. Именно от вас и от вашего профессионализма зависит обеспечение общественного порядка, охрана прав и свобод, простых людей и их уверенность в собственной безопасности. Желаю всему личному составу, ветеранам органов внутренних дел и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на службе во благо нашей родины, республики Казахстан. Завершилось торжество праздничным концертом. Поздравить карагандинских полицейских прихола звезда казахстанской эстрады Алтыная Журобаева. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Жасулан Мукулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. В Эстонии прошла очередная встреча министра юстиции Марата Бекитаева. В Караганде отчет главы ведомства слушали посредством онлайн-трансляции. Марат Бекитаев рассказал о деятельности министерства по защите интересов государства за рубежом. Кроме того, Минюст подготовил ряд изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях. На отчетной встрече было отмечено, что план законопроектных работ за 2016 год выполнен полностью. На сегодняшний день в парламент поступило 18 проектов. Помимо подготовки документов, Министерство юстиции провело юридическую экспертизу всех нормативно-правовых актов. Для дифферсификации экономики в стране проводятся структурные реформы, направленные на привлечение инвесторов в лице крупных корпораций. Для их прихода в нашу экономику необходимо создавать прозрачные и понятные правила игры, в том числе в сфере защиты интеллектуальной собственности. Министерство юстиции работает в этом направлении. Например, были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части конфискованных товаров. Эти изменения повлияли на улучшение позиций нашей страны в авторитетных международных рейтингах. Далее министр рассказал о работе Министерства за пределами страны. Важным аспектом работы в этом направлении является предупреждение возможных споров в будущем. В целом, за последние 13 лет Министерством юстиции обеспечена защита интересов республики в арбитражных и иностранных судах на общую сумму более 17 миллиардов долларов США. В прошлом году Высокий суд правосудия города Лондон принял решение в пользу республики Казахстан, отклонив иск монгольской компании на сумму 68,5 миллионов долларов. Верховный суд Турецкой Республики оставил без удовлетворения апелляционный иск гражданина Турции к республике Казахстан на сумму 10 миллионов долларов. 8 марта текущего года Высоким судом правосудия города Лондон вынесено решение в пользу республики Казахстан в судебном процессе по ходатайству ТО Руберос Агрикол об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года. Минюстом разработан и внесен в парламент законопроект, который предполагает внедрение упрощенной одноуровневой системы регистрации. Министерство юстиции считает, что одной из главных проблем является дефицит адвокатов. Кроме того, стало известно, что скоро будут внедряться специальные терминалы для того, чтобы граждане, имеющие задолженности, имели возможность без проблем выехать за пределы страны. Асель Сазамбаева, Жакслык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Министр здравоохранения усомнился в стопроцентном проведении скринингов в регионах. Об этом Ельжан Бертанов сообщил на очередной отчетной встрече с населением. Медики Карагандинской области наблюдали за встречей посредством онлайн-трансляции. Основным условием обеспечения эффективности скринингов является контроль со стороны общественности и вовлечение через повышение информированности населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Ельжан Бертанов в ходе очередной отчетной встречи с населением. За 2016 год в республике охвачено 6,5 миллионов человек взрослого населения. Это составляет 100% от плана. Все пациенты с выявленными заболеваниями направляются на оздоровление и поставлены на диспансерный учет. Особое внимание министр уделил главной реформе в здравоохранении – обязательному социальному медицинскому страхованию. По словам Ельжана Бертанова, информационная работа в регионах проводится не на высоком уровне. На отчетной встрече также шла речь о том, что необходимо отчислять нерадивых студентов-медиков. Министр считает необходимым ввести в медицинских вузах массовый отсев студентов уже на начальном этапе получения образования. Ельжан Бертанов также рассказал, что обращение в службу скорой медицинской помощи в Казахстане планируют разделить по категориям, так как медицинские бригады загружены не по назначению. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. 23 июня в Казахстане отмечается День государственных служащих. В честь празднования в Караганде прошел конкурс «Жаздарен» среди молодых специалистов госструктур. Испытать свои силы приехали 10 молодых госслужащих из всех городов и районов Карагандинской области. Молодые чиновники на сцене. Каждый из них прошел отборочный этап в своем районе и городе, а теперь представляют его на областном этапе конкурса. Финал проводился по итогам четырехэтапного состязания. Молодые специалисты показали, что они не только служат государству, но и являются мастерами ораторского искусства, а также умеют удивлять своими творческими данными. Улан Алмасов участвует в данном конкурсе впервые и не скрывает своего волнения. Сам же специалист в данной структуре работает уже пятый год. На сегодняшний день он работает заведующей сектором отдела предпринимательства и сельского хозяйства Приозерска. Государственная служба – это зеркало государства. Так как любой госслужащий – это в первую очередь человек умный, образованный и интеллигентный, отмечает молодой специалист. Мы планируем войти в число 30 развитых стран мира. В этой связи на нас висит большая ответственность. Мы должны быть современными и образованными. Наша миссия – развивать наше государство. А на таких конкурсах мы можем показать все свои возможности. И каждый чувствует эту ответственность. В приветственном слове работники государственной службы рассказали о том, как пришли к выбору столь ответственной службы и как гордятся тем, что используют свои знания, умения и навыки с пользой на благо Казахстана. В ходе мероприятия руководитель департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жандол Сарсенов отметил, что сегодняшний конкурс нацелен на совершенствование государственных служащих. Конкурс, скажем так, нацелен на совершенствование профессионального мастерства молодых талантливых государственных служащих, улучшение качества и эффективности их деятельности и, конечно же, выявление молодых государственных служащих. И тем самым мы хотим придать такое особое значение государственной службе, чтобы они знали, что работать на государственной службе – это престижно, что это особое доверие со стороны общества, что нужно оправдать это доверие. Слова молодого специалиста Улана были пророческими. Он показал свои способности, которыми должен обладать любой специалист госструктур и занял почетное второе место. Первым стал Расул Касенхан, главный специалист аппарата Акима города Балхаш. Грам-при завоевала главный специалист департамента комитета индустриального развития и промышленности безопасности по Карагандинской области Агайша Саин. Всех победителей наградили грамотами и денежными призами. В честь праздника также были награждены журналисты местных СМИ, которые ранее участвовали в конкурсе за лучшее освещение работы государственных органов. Среди победителей – журналист нашего телеканала Айем Амрина. 23 июня. Спасибо за высокую оценку моего скромного труда в эту сферу противодействия коррупции. Сфера журналистики, естественно, очень интересная. В нашей жизни бывает каждый день очень много событий, которые нужно быстро переваривать, быстро анализировать и все это выдавать зрителям очень качественно и чтобы было интересно. Я считаю, что я нашла свою работу, работу, которая мне по душе, работу, которая меня вдохновляет. Я ее не считаю работой, я каждый день иду на работу, как на праздник. Такие мероприятия были организованы в честь Дня государственных служащих и грядущего дня журналистов департаментом агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области и Управлением по вопросам молодежной политики Карагандинской области. Фариза Албава Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ярмарка вакансий под открытым небом. Такой необычный формат мероприятий прошел в Центральном парке Караганды. Городской центр занятости представлял более двух тысяч вакантных должностей. Вместе с сотнями желающих получить работу на ярмарке под открытым небом побывала и наша съемочная группа. Такой необычный формат мероприятия проходит в Караганде и впервые. Ярмарка вакансий специально организуется в местах большого скопления народа. В этот раз таким местом стал Центральный парк. На сегодня в Центре занятости представлены 2278 вакансий в 500 разных предприятиях города. Сегодня ярмарка организована и количество работодателей, которые в ней принимают участие, 92 предприятия. А заявлено по вакансиям 472. Свыше двух тысяч вакансий сегодня по городу Караганде. Также, помимо этого, учитывая, что сегодня день государственных служащих, совместно с нами сотрудничают агентства по делам государственной службы противодействия коррупции. Много на прием вакиматы городов и районов в центре занятости обращаются молодежи. Ярмарка вакансий всегда проходит массово, но, как говорят представители организации, многие приходят просто поинтересоваться. Для тех, кто твердо намерит трудоустроиться, ярмарка дает возможность выбора. Спросит сейчас работа на госслужбе. В этой связи здесь расположились павильоны от агентства по делам госслужбы нашего региона, которые проводят разъяснительную работу. Главное отличие сегодняшней ярмарки – то, что здесь расположилась наша бригада, которая проводит разъяснительную работу по поступлению на государственную службу. В этой связи сюда приехали кадровые специалисты со всех районов и городов, которые представляют ряд вакансий. На сегодняшний день в области есть более 200 свободных мест на государственной службе. Многие подходили к специалистам, интересовались, записывали вакансии и формы поступления на работу. Среди них и Тимирхан Амрин. Он специально приехал из Астаны, увидев объявления в социальных сетях. Безработный дипломированный специалист с образованием железнодорожника теперь хочет найти себя в государственных органах. Да, на самом деле я вообще ищу работу, вообще заинтересован и в госслужбе, и в ТО-фирмах. Как бы ищу работу просто. А узнал я через Инстаграм, получается, реклама и решил прийти сюда посмотреть. Вообще это отличная идея. Побольше бы таких мероприятий. Помимо вакансий в госструктурах, на ярмарке были представлены места для специалистов высокой квалификации. В основном в цене инженеры, прорабы, врачи, электромонтеры, машинисты, автокрана и многие другие востребованные специальности высшей и средней квалификации. Представлены также вакансии, не требующие специальной подготовки, такие как кухонные работники, дорожные рабочие, грузчики и подсобные рабочие. На ярмарке присутствовали также те, кто ранее уже трудоустроился благодаря этой программе. На этот раз они находятся здесь в качестве представителей работодателей. Жаслан Хамитов один из них. Он уже год работает по профессии в компании Кастелерадио. Как вспоминает Жаслан, год назад ему работу нашли всего за пару дней. Искал специальность юридическую. Вакансия, в принципе, была хорошая. Все нашел очень быстро, своевременно, благодаря данной программе. Приглашены на ярмарку и граждане с приоритетными правами на трудоустройство. Среди них инвалиды, воспитанники детских домов и лица, освобожденные из мест лишения свободы. Трудоустройство бывших осужденных не первый год проходится вместо со службой пробации. На этот раз здесь присутствуют и сотрудники юстиции, которые намерены трудоустроить граждан, имеющих задолженности по алиментам. Ярмарку вакансий под открытым небом посетили более тысячи горожан. В ней приняли участие почти 100 работодателей. Впервые на ярмарке представлена культурно-развлекательная программа, концерт, выставка декоративно-прикладных изделий и акция «Плов-пати». По мнению организаторов, такие ярмарки показывают реальные потребности современного рынка труда. Фариза Албаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде полным ходом идет подготовка к ежегодной церемонии награждения премии Акима области Алтен Сункар. На протяжении 11 лет работники средств массовой информации со всей области соревнуются за звание лучшего в своем деле. Нам удалось увидеть процесс подготовки к торжественной церемонии и узнать, что ждет работников СМИ в этом году. Торжественная церемония награждения назначена на 27 июня. Месяцы упорной подготовки и куча потраченных сил. И времени это все не зря, говорят организаторы. В этом году на Алтен Сункар подали около 140 заявок со всей области. На постановку концертной программы также было приложено немало усилий. Пригласили профессионалов с Украины. Организаторы уверены, что такого шоу жители шахтерской столицы еще не видели. В программе участвуют известные во всем мире звезды. Это советский балет «The Great Gatsby». Ну, не хочется выдавать все тайны, все секреты. Мы стараемся, чтобы все было интересно, чтобы наши журналисты получили удовольствие. За плечами выдающегося режиссера-постановщика Татьяны Гордеевой не одно представление. К примеру, в прошлом году она принимала участие в организации торжественного концерта, который был посвящен 80-летию Карагандинской области. На подготовку у нас ушел целый месяц. Каждый день мы репетируем с самоотвержденными девочками из коллектива шалпан. Сочиняем, доводим их до усталости. Может быть, издеваемся, но они нам доверяют, идут за нами. Мы очень рады, что мы получили и получаем такой теплый прием в Караганде, что все готовы идти к новому, к современному, не спрашивая, просто делая свое дело. И вот мы хотим, чтобы этот концерт премии СМИ был таким восторгом, вдохновением для всех журналистов Караганды и Караганинской области и дал им какой-то заряд бодрости на целый год. Возможно, в следующем году мы тоже приедем. В этом году в шоу будут задействованы все временные пласты. Речь пойдет о трехвековом развитии журналистики. Номера разные, начиная от исторических композиций, посвященные 18 веку, заканчивая современными постановками. Команда Гордеевсгрупп в Карагандине впервые работают они в основном в странах СНГ. А сердце Замбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амансов Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова